Итак, на часах у нас 9 вечера по Москве, и мы начинаем. Еще раз, пожалуйста, напишите мне, как меня видно, насколько меня хорошо слышно, говорить ли мне громче или достаточно все хорошо меня слышат. Так, хорошо. Остальным всем хорошо видно, слышно? Ну, напишите, пожалуйста, кто здесь есть. Всем хорошо меня видно, хорошо меня слышно. Спасибо большое. Ну, здравствуйте. Здравствуйте все те, кто не отмечает сейчас 23 февраля или уже наотмечался, и кто тянется к дерматологическим знаниям. Так, сегодня мы поговорим с вами про аллергии. Зовут меня Герасимова Елена, я дерматолог клиники доктора Сотникова, кто еще не в курсе, кто я такая. Я занимаюсь дерматологией уже довольно давно, только дерматологический приемом буду уже 5 лет. И сегодня мы с вами поговорим про аллергии, все, что, все самое интересное и все самое нужное именно для вас, владельцев. Еще раз повторюсь, что сегодняшний вебинар для владельцев, для заводчиков, для любителей животных, нет, для наркоспециалистов. Тема аллергии очень и очень обширная. Не знаю, я постараюсь, конечно, сильно мыслью подреву не растекаться. Просто так как аллергики это очень большая доля дерматологического приема, я поговорить про это могу бесконечно долго. Но буду стараться себя сдерживать. Вы, что тоже привлекаете мое внимание, что я куда-то в сторону ушла от темы нашего сегодняшнего разговора. Но надеюсь, что все равно вам будет интересно. И те, кто смог сегодня присутствовать, те смогут досидеть до конца. Так, приступим. О чем сегодня пойдет речь? С вами мы будем говорить в основном про три аллергии. Самые главные, самые важные. Тихо, так хорошо, постараюсь погромче. О трех аллергиях, которые вовлекают всю кожу, весь кожный покров. Это агеносы на блохи, это пищевая аллергия и пищевая непереносимость, расскажу в чем разница. И атопический дерматит. Также немножко скажу про гиперчувствительность и про контактную аллергия. Что же такое аллергия, в принципе? Аллергия – это реакция гиперчувствительности. То есть это такая реакция организма, чрезмерная, очень неправильная реакция именной системы, которая направлена на вещества белковой природы. То есть те вещества белковой природы, которые в норме у здорового организма, не вызывают никакой ответной реакции вообще, то есть не воспринимаются организмом. В случае аллергии, в случае животного аллергика, выступают таким… воспринимаются иммунные системы организма как патоген, как что-то злое, с чем нужно бороться. Поэтому, когда мы говорим об аллергиях, мы говорим о том, что иммунитет у аллергиков чрезмерно активен. Очень важно понимать, что аллергии – это наследственные заболевания, это генетические заболевания. Они… животное рождается с предрасположенностью к какому-то виду аллергии. То есть эти гены животное получает от своих предков, от своих родителей и не приобретает в течение жизни. Любая аллергия не возникает моментально, сразу же, то есть вот родилась собака и сразу же она у нее там что-то выскочило, что-то там зачесалось. Нет, любая аллергия, она медленная, накопительная. Организм должен многократно пообщаться с этим аллергеном. Иммунная система должна много раз познакомиться с этим аллергеном, чтобы проявились симптомы. Именно поэтому-то симптомы и не проявляются с самого рождения, а возникают много-много позже. Есть более ранние аллергики, у которых в 3 месяца могут быть симптомы, есть более поздние. У кошек аллергия может возникнуть вообще в любом возрасте, там почти 15 лет первые симптомы. Это не значит, что что-то с кошкой случилось вдруг такое страшное. Нет, она родилась аллергия, но симптомы проявились значительно-незначительно позже после рождения. Аллергия доза независима. То есть даже небольшой дозы аллергена, небольшого количества аллергенов достаточно, чтобы вызвать симптомы. Не всегда это так. Некоторым животным нужна довольно большая доза аллергена, чтобы симптомы проявились достаточно заметно. Но некоторым достаточно просто микроскопической дозы, чтобы проявились очень яркие симптомы. Поэтому помните, что все-таки аллергия в основном доза не зависит. И у животного может быть несколько видов аллергии. Он может страдать хоть все время, не обязательно только одной. И такие случаи не дают. Течение любой аллергии очень индивидуально. Однако есть некоторые общие черты, на которые мы ориентируемся, есть и отличия, особенно в интенсивности проявления симптомов. Кто-то может чесаться на 10 баллов из 10, не давать хозяину спать, а кто-то чуть-чуть иногда себе лижет лапой. Специальных тестов, специальных анализов не существует. То есть мы не можем взять какой-то анализ у животного, можно взять кровь и не сказать, что у него есть аллергия или у него нет аллергии. Однако существует определенный алгоритм диагностики аллергии, которому дерматологи всего мира следуют. Но это помогает в постановке диагностики. И самый важный момент, к сожалению, вылечить мы аллергий не можем. Так как это генетическое заболевание, мы никак не можем повлиять на гене. Мы можем только контролировать симптом аллергии, исключив аллерген, если это возможно, из окружения, либо подобрав лечения, которое будет играть симптом. Но вылечить, раз и навсегда, животное аллергия, мы не в состоянии. Сначала мы рассмотрим, какие основные симптомы аллергии бывают. Это зуд, это какие-то проблемы на коже, дерматит, вторичная инфекция. Это блефорит, воспаление век, коммунктивит, воспаление слизистой оболочки глаза. Это потери шерсти, когда шерсть просто более редкая, это называется гипотрепоз. Когда лысинка какая-то появляется, это называется аллопенция. Атит, воспаление ушей. Вододерматит, воспаление межпальцевых пространств. Здесь, где подушечки, ну и здесь, со стороны. Когтей. Крапивниц и ангиоидема, и отек в клинке. У кошек и собак есть свои специфические проявления аллергии. У собак это акральный дерматит, биотравматический дерматит. Мы о всех этих проявлениях и чуть попозже расскажем подробнее. У кошек это симметричная самоиндуцированная лапеция, то есть лысинь. Рвота шерстью, это тоже специфический кошкин симптом. И комплексы эзенофильной гранулемы. Про зуд был большой и обширный вебинар. Очень надеюсь, что скоро все-таки появится запись. Некоторая задержка с появлением записи у нас была. Но вебинар обязательно будет в записи. Кто не смог его посмотреть, очень рекомендую посмотреть. Он подробно рассказывает про зуд, про симптомы. Но сейчас тоже немножко справа расскажу. Расскажу. То есть зуд – это не только то, что животное чешет где-то себя. Зуд может проявляться по-разному. Зуд может появляться непосредственно чесанием. Животное может выкусывать какое-то место, выщипывать шерсть. Кошки очень любят вылизывать себя интенсивно. И вылизывание у кошек – это проявление зуда. Собаки тоже могут себя вылизывать, когда у них что-то чешется. Они могут не чесаться самостоятельно, но кайфовать, когда у них там что-то чешут. Особенно к этому склонны толстенькие собачки, как мопсы, например, как вот здесь на картинке, которые не могут дотянуться до зудящего места, но с удовольствием поставляют это место для чесания. И наоборот. Кошки, например, могут реагировать негативно на попытку где-то их погладить, потрогать. У них там чешется дискомфортно, они шипят, кусаются. Животное может трясти головой, если у него есть зуд в ушах, может ездить на попе, если у него зуд в периональной области, может кататься, валяться, чесаться о какие-то предметы. То есть это все проявления зуда, они очень-очень разнообразны. И зуд может быть единственным симптомом аллергии. То есть животное может просто чесаться, и при этом на коже ничего нет, ни пятнышка, ни царапки, ничего, но при этом не зуд есть. Следующий симптом аллергии – это какие-то болячки на коже. Назвать их можно как угодно. Ну, я решила это все обозвать дерматит и вторичная инфекция. Вторичная инфекция может быть вызвана бактериями, может быть вызвана дрожжами. Это те микробы, которые в норме на коже присутствуют и так, но в очень небольшом количестве. Из-за аллергии кожа уже не может сопротивляться этим микробам, их становится больше, они тоже усиливают собой воспаление. Животные со вторичными инфекциями имеют определенные кожные поражения, которые могут сопровождать аллергию. Про вторичные инфекции будет в апреле у нас вебинар, подробно про них говорить не будет. Вот здесь, пожалуйста, различные проявления под дерматитой, покраснение, высыпание, потемнение кожи, утолщение ее. У кошек вот такие вот характерные высыпания с корочки, они называются, милиарный дерматит. Часто они бывают на спине, в области крестца. У собак что-то подобное тоже бывают. Маничковая осыпь, какие-то красные пятна. Все это очень, мы называем, дерматит, и это может быть проявлением аллергии. Блефорит и конъюнктивит – это достаточно редкие проявления аллергии. У собак несколько чаще, у кошек редко я с этим сталкиваюсь как симптом аллергии. Но это может быть и единственным симптомом аллергии блефорит и конъюнктивит. В список я еще не внесла ренит, то есть аллергический насморк, как у людей. Почему? У животных это крайне редкий симптом. Очень. Я вот даже не в симптомах, ну может пара собак у меня была, в том числе у них был и ренит аллергический, но как единственный симптом я не припомню вообще, кошек не припомню вообще с ренитом. И, как правило, у животных истечения из носа связаны с другими заболеваниями не с аллергиями. Но это возможно. А конъюнктивит, блефорит и воспаление ветра, воспаление глаз, истечения из глаз. Это бывает. Потеря шерсти. Это может быть какие-то более крупные пятна прямо, участки лысые. Это может быть мелкоочаговая аллопеция, как у нас здесь таксочка на фотографии представлена. То есть упадение шерсти какими-то областями, большими или малыми. Это тоже может быть симптомом аллергии. То есть может навести вас, как владельцев, на москопанское животное аллергия. Атиты. Вопреки довольно часто встречающейся среди владельцев, атиты – это не уши прогулок, а атиты очень часто связаны с аллергией. И атиты – это может быть просто красное ушко и зуб, а может быть уже хроническое изменение, вот как у спонимели, когда ухо просто-напросто зарастает из-за постоянных воспалений. Это могут быть и темные выделения, это могут быть и гнойные выделения, если атиты уже не первой свежести. То есть атиты очень часто сопровождают аллергией и могут быть единственным симптомом аллергии. Даже единственным симптомом аллергии может быть односторонний атит. То есть поражение только одного единственного уха может быть симптомом аллергии. Атиты чаще встречаются у собак, чем у кошек, как симптом аллергии. Очень часто к этому склонны лабрадоры, например, через одного с атитом. У кошек тоже бывает, но реже. Пододерматиты, воспаление межпальцевых пространств. Они бывают как у собак, так и у кошек. У собак, опять же, чаще, чем у кошек, но кошки с пододерматитами при аллергии тоже встречаются. И как крайнее уже состояние пододерматита, это образование кист межпальцевых, которые скрываются с выделением ноя. Это состояние уже называется подофурункулез. Пододерматиты, это не только прерогатива аллергии, они встречаются и при других заболеваниях. То есть мы с вами сейчас говорим о симптомах. Это не значит, что если отит, это равно аллергия. Нет, просто эти симптомы встречаются и при аллергиях тоже, по-моему, других заболеваниях. Мы про аллергии. Крапивница и ангиоэдема. Крапивница, это когда животное покрывается вылдырями. Ангиоэдема, это когда у животного отекает морда, отек в клинике человеческой. В медицине чаще термин встречается. Ангиоэдема, невротия, отек в будущем. Вот это как раз проявление реакции немедленного типа. Часто бывает на укусе насекомых, но и на воздушные аллергии, на пищевые аллергии. Это состояние тоже может встречаться. Я не нашла внятную фотографию кошки с ангиоэдемой, с отеком. У них это бывает, это может быть единственным симптомом аллергии. Крапивницу у кошек я ни разу не встречала. Вот, честно говоря, они даже, скорее всего, у них ее и нет. Ангиоэдема встречается. И опять же, это не только аллергия, так и подобные проявления, могут быть и при других состояниях. Но это тоже может натолкнуть вас, как владельца, на мысль о том, что животное лето. Специфический именно для собак признак – акральный дерматит. Как правило, это конечности передние, чаще всего одна, две. То есть животное не разлизывается, и четыре конечности до такой вот ситуации. Но, тем не менее, это может быть с симптомом аллергии. То есть собака испытывает зуд в области запястья примерно, чуть ниже, в области запястья. Начинает настолько долго, навязчиво, муторно лизать эту лапу, что в итоге развивается вот такое вот глубокое уже бактериальное воспаление, называемое акральным дерматитом. Это только у собак встречается, кошек такого симптома нет. И пеотравматический дерматит, что часто называют экземой, хотя такого нет диагноза у животных. Пеотравматический дерматит – это мокнущий такой участок кожи, покрытый гнойным налетом. Опять же, не только при аллергии, он может быть, он встречается и просто у собак с густым подшерстком, которые, допустим, летом купаются, и его посохнут. Но и как проявление аллергии, особенно особенно у бахи, пеотравматический дерматит может быть. Если у вас животное неоднократно с этим пеотравматическим дерматитом страдает, то задумайтесь о том, что, наверное, аллергия может быть полна. У кошек специфические симптомы самоиндецированной асимметричной аллопеции с лысином. Лысины – бочки лысые, животик лысый. Может, вообще, практически вся кошка быть лысой, только по спине и ракес остался. Это не кошка облысела, это кошка себя вылизала. Она чешется, он ее видит, и она это место лижет, 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 лижет и долизывает до лысины, снимая всю шерсть. Поэтому шерстка может быть розовенькая, гладенькая, без каких-либо травм, трещин, корочек и так далее. Просто лысая кошка. Так, следующий симптом, я заранее извиняюсь, там не очень аппетитная фотка. Это как бы следствие вылизывания кошки, то есть, когда кошка активно себя вылизывает, она начинает тошниться шерстью. И мне иногда приходится владельцев на приеме просто-таки пытать, потому что приходит у нас кошка лысая, полысела. Вы видите, чтобы она вылизывалась, лизала себя, нет, лижется, умывается, ну все. А шерстью ее начало тошнить? Да, вот уже как раз в неделю начала выливать шерстью. Вот, пожалуйста, то есть кошка интенсивно вылизывается, заглатывает шерсть, соответственно, потом эту шерсть срыгивает, потому что ее кишечник уже с таким количеством шерсти справиться не может. То есть, если вы не видите, не замечаете, что кошка сильно как-то себя нализывает, но при этом она начала чаще срыгивать шерсть, это может быть симптомом того, что кошка испытывает зуд и сильно очень себя лижет. И еще одно проявление аллергии, которое характерно именно для кошек, это комплекс эзинофильной гранулемы. Кошек он проявляется в виде трех состояний. Индолентная язва, это левая фоточка, мы еще так среди дерматологов называем, это кошка Анжелина Джоли, с губами такими. Эзинофильная гранулема, здесь вот фотка с эзинофильной гранулемы подбородка, но в принципе эзинофильная гранулема не обязательно только там, она может быть в ртовой полости, может в других каких-то местах, на задних поверхностях бедер может быть линейная эзинофильная гранулема. И эзинофильная бляшка, здесь в паху фотография эзинофильной бляшки, здесь уже такая продвинутая бляшка, нализанная. Вот опять же бляшки могут встречаться в любом месте тела. И опять же вот этот, допустим, гранулема подбородка, это может быть единственным проявлением аллергии у кошек. Вы больше ничего не будете видеть, ни зуда, нализывания, ничего. А будут у кошки периодически опухать этот подбородок. То есть называют полысел, у кошки полысел подбородок. Он не полысел, он просто из-за отека вот эта вот часть, ну у людей это красная кайма, ну у животных вот эта вот уже безволосая часть, но то, что выпирать начинается из-за отека, и кажется, как будто тут шерсть выпала. Ну не выпала, она на месте, на волосистой части осталась. Так, о симптомах все. То есть вот все вот эти симптомы мы можем встретить у животного, страдающего аллергией. Если вы какой-то из этих симптомов у своего питомца увидели, у вас должен звоночек загореться к дерматологу, разбираться в чем дело. Совершенно не обязательно эти все симптомы будут присутствовать разом на одном животном, хотя такое тоже бывает, но довольно часто симптом какой-то один, всего лишь. Бактериальная инфекция, например, вторичный дерматит, атид, единственный симптом, вододерматит, единственный симптом, говорю, горнулемо подбородка у кошки, единственный симптом. Такое встречается тоже очень-очень часто. Так, ну о симптомах мы поговорили, вроде я постаралась быстро про это рассказать. Теперь поговорим о разных видах аллергий, поподробнее каждое место. И первое – это гиперчувствительность к слюне блохи, аллергически блошинной дерматитой. Одна самая моя любимая аллергия, наверное. Это самая частая аллергия. Более половины всех аллергий, что у собак, что у кошек, приходится на долю блошинного дерматита. Есть вебинар о блохах у меня, он выложен на сайте нашей клиники. Я сейчас вам даже верну ссылочку, да, о блохах. Если кто-то его еще не смотрел, рекомендую посмотреть. О блохах я там рассказывала очень подробно. Так вот, блохи. Аллергический блошинный дерматит может протекать сезонно, то есть период расплода блох, теплый сезон. Может протекать с двумя пиками, то есть симптомы могут усиливаться весной и осенью. Это период максимального расплода блох, когда их больше всего. Но может быть и круглогодичным. Совершенно не обязательно он будет с какими-то пиками и спадами. Но он проявляется постоянно. Блохи размножаются во внешней среде. Блохи не живут постоянно на животном. Это не вши, которые весь свой жизненный цикл на хозяине проводят. Блохи, они такие гуленые. Они пошли, погуляли, посидели в подвале, потом на вашего питомца пришли, на нем покушали. И основная популяция блох, она всегда живет во внешней среде. Это улица, это подвалы и это квартиры. Наши, там где мы живем, наши дома, наши квартиры, это место обитания, расплода, размножения блох. Зимой блохи себя отлично чувствуют в подвалах, прекрасно питаются на котиках, на которые живут там же, на крысках, которые живут там же. И когда им уже недостаточно котиков и крысок, которые живут в подвале, идут осваивать новые территории и вперед в наши квартиры, на первый этаж, на второй, на третий, на четвертый, на пятый, на шестой, и так далее. То есть 22 этаж в доме с консьержем для блох совершенно не является никаким препятствием. Они замечательно добираются до еды и сами, и верхом на нашей обуви. А уж если у нас собака ходит гулять туда-сюда по подъезду, к блохам это вообще как лучшее самое транспортное средство. Поэтому блохи есть везде и всегда. Они не могут быть везде и всегда. Совершенно не значит, что в каждой квартире 100% есть блохи. Но они там очень-очень вероятно могут быть. И блохи могут нападать абсолютно на любое животное, какое бы оно там ни было, как бы оно ни было изолировано, сидела дома, никуда не ходила, была лысая, там сфинкс, лысая собачка, которая дома ходит на пеленке. И совершенно спокойно могут быть блохи. Потому что они могут приходить сами. И если мы говорим именно об аллергии, не о том, что на животное нападало куча блох, что у него там много блох, а именно об аллергиях. Для того, чтобы животное начало чесаться, достаточно единичных укусов. Помним о том, аллергия, доза независима. Одна блоха укусила, три недели кошка чешется, разлизывает себя. И на аллергии, как правило, нет большого количества блох. Потому что они начинают чесаться гораздо раньше, чем на них нападет толпа. Те же кошки, они вылизываясь, просто слизывают с себя все, все следы пребывания блох. Очень сложно что-то обнаружить. Обычно первые симптомы при аллергическом блошином дерматите возникают около года, но это не относится к кошкам. У кошек любая аллергия может возникнуть в любом возрасте, даже в очень преклонном и пожилом. В 10 и в 15 лет ко мне приходили кошки с первыми симптомами, с первой манифестацией аллергии. Раньше в 10 лет женщина беспокоила, в 10 лет начали чесаться. Это, по-моему, может быть аллергия. И наиболее вероятно это блошина, как самая часто встречающаяся. В отличие от других аллергий, аллергический блошин от дерматита имеет определенный, как правило, имеет определенный паттерн поражения, то есть свой характерный рисунок поражения, но это справедливо только для собак. У них чаще всего зуд при блошином дерматите. Зуд локализуется в задней части туловища и поражения. Это поясница, это крестец, это задние конечности, бедра, хвост, пах. У кошек единственным симптомом блошиной аллергии может быть самоиндуцированная аллопеция или гранулема, например, богородка. Как же нам заподозрить, что у животного, у нашего блошин дематит? Напоминаю для тех, кто смотрел мой вебинар про зуд и говорю для тех, кто его не смотрел. Перед тем, как в принципе заподозрить аллергию, есть алгоритм диагностики зуд, которого должен держаться любой уважающийся дерматолог. Сначала исключаются паразитарные заболевания, потом исключаются инфекционные заболевания кожи, а потом уже только рассматриваются аллергии. То есть если врач исключил паразитарные заболевания, это различные чесоточные клещи, он исключил наличие вторичных инфиций бактериальных, да и ковы, тогда он уже говорит об аллергии. И об аллергии блошины он говорит в первую очередь. Ссылка на вебинар про зуд я вот дала чуть выше. Смотрите, пожалуйста, в чате чуть выше. Про зуд, да, чуть позже вам тоже ее кину. Итак, если животное не получает ежемесячных обработок от блох, врач в первую очередь будет подозревать плашинный дерматит. Что бы вы ни говорили, как бы вы ни отрицали, какие бы вы круглые глаза ни делали, да она домашняя, да она со мной спит, да она лысая, да с ней блохи соскальзывают. Врач в первую очередь из аллергии подозревает плашинный дерматит. Конечно, если вы каждый месяц качественно животное обрабатываете от блох, этот диагноз маловероятен, но не исключается полностью. Это первая аллергия, которую врач обязан исключить. Единственное, что когда врач может проскочить эту аллергию, когда совершенно не характерны симптомы. То есть, например, собака, у которой отит. Все, больше никаких симптомов нет. Да, когда аллергия на блох практически невозможна, нет симптомов характерных. Вам обработки все равно назначат, они никому никогда не помешают. Кошек это не касается. Кошки всегда в первую очередь в плашинный дерматит, с каким бы симптомом вы ни обратились. Плашинный дерматит в первую очередь подозревает. Помочь в диагностике, чтобы вас, владельцев, убедить, что да, действительно, возможно, это блохи. Можно, в принципе, найти блоху на животном, если тщательно его осмотреть, особенно посмотреть в паху, например, они часто там прячутся. Вычесать шерсть с помощью расчески, туда может блоха попасть, или могут блошины и фекалии попасть. Если на влажный лист бумаги их вычесать, то это довольно наглядно видно. Можно найти глиста, огуречного цепня, который переносится исключительно блохами. И если обратились с жалобами на то, что у животного глисты, характерно выглядит чище, это огуречная цепень в виде маленьких рисинок в калии или на шерсти, то автоматически значит, что у животного есть блох. Потому что по-другому огуречный цепень никак животного не получит. Ну и окончательный диагноз ставится, либо исключается только по результатам диагностических обработок. То есть в течение двух, трех, а иногда и больше месяцев животное и помещение, и все остальные животные, которые на этой территории проживают, должны обрабатываться от блох. С определенной периодичностью должно обрабатываться помещение и проживающее на нем животное. И только если через три месяца у нас все равно сохраняются симптомы, не уходит зуд, не уходят козные проблемы, тогда этот диагноз исключается. Если все хорошо, значит диагноз подтверждается. Что нужно делать? Как мы исключаем, либо, соответственно, подтверждаем влашинный дерматит? Каждые 2-3 недели назначаются обработки. Часто, очень часто, для того, чтобы максимально быстро эффективно избавиться от всех блох. И зачастую даже необходимо комбинировать, ну, не один препарат используется, комбинировать два каких-то препарата. Выбор препарата, это остается все-таки на враче, потому что здесь очень много нюансов. Выбор препарата зависит от образа жизни животного, от его окружения, от сопутствующих заболеваний каких-то и так далее. Опять же, вебинар про блох, там очень подробно про все препараты рассказано, какие можно использовать, в каких ситуациях и так далее. Все-таки, когда мы выбираем препарат от блох, на что мы должны ориентироваться? Ну, во-первых, мы должны помнить, что идеального средства не существует, существует скафандр в качестве идеального средства. Все, остальное все не идеально и 100% нам не даст. Но нам нужно помнить, что средства должны действовать быстро, а не через полгода. Нам нужен очень важен репеллентный эффект, отпугивающий, чтобы блоху даже не подпустить животному. Очень важно контактное действие, чтобы блоха погибла до того, то есть может она запрыгнет, все-таки доберется, пробьется через все заслоны, запрыгнет на собаку, но тот же сдохнет, но успеет ее укусить. Это очень важно, потому что аллергия развивается на слюну. Очень важно контролировать внешнюю среду, то есть нам нужно убивать не только взрослых особей, но и контролировать молодые формы. И многие препараты содержат для интересующих нас вещества, это аналоги ювелирных гормонов, которые действуют на молодые формы. И бонусом можно еще хотеть, чтобы в этом препарате содержались, было действие от чесоточных клещей и от эксодовых клещей. Но нет такого средства, которое бы сочетало вот все вот эти пункты, которые нам бы хотелось иметь. Так, очень просите вы все от меня ссылку на вебинар про блог. Сейчас, секундочку. А, блог, вот, я же его уже сбросила. Так, про зуд, к сожалению, нет еще записи. А про блог я выше в чате, посмотрите, пожалуйста, выше в чате, ссылка про блог вебинар. Вот у нас, если у нас пациент собачка, что мы используем? Опять же, это не единственное верное средство, которое можно использовать. Просто если мы хотим все-таки максимально, вот все, все наши интересующие, ну практически все наши интересующие нас моменты, учесть, это препараты в табликтированной форме из оксозолина, бровекта, нахсгард, нахсгард спектра и недавно появившиеся симпарика, плюс капли с репеллентным и контактным действием. Но это не единственное, что мы можем использовать. И опять же, это не универсальная комбинация, потому что есть очень много нюансов проживания совместная собака и кошек и так далее. Так, сейчас я вам еще сброшу в чат табличку, которую я делала к вебинару про блог. Опять же, там далеко не все средства, но, и опять же, это не все средства, которые в принципе существуют в природе, это то, что использую я чаще всего. Так, сейчас. Сейчас еще. Это препараты от блог для кошек. Рекомендации. И сейчас препараты от блог для собак. Опять же, это не единственное возможное средство, это просто то, с чем работаю я. Так, если у нас котик с потребностью обработки от блог, если это котик, который не выходит никуда, ни на выставки, не выезжает на дачу, не гуляет, ему можно использовать препарат Фротлайн Комбо. Очень хорошее средство для того, чтобы и контактно убивать блог, и воздействовать еще и на личинки. Вот, быстрее очистится помещение. Если же котик у нас общительный, он общается с другими животными посредством выезда на дачу, посредством выглотом, не знаю, в подъезде и выезда на выставки, то тогда ему лучше комбинировать такие препараты, как Стронхолд или Адвокат и Ошейник Форестер. Но опять же, это не единственные возможные варианты, это то, что рекомендую я. Я не претендую на истину в последних статах. Обработка помещения. Здесь дальше даны рекомендации, которые получают все мои пациенты на руке в виде распечатанного листочка. Это как бороться с блохами во внешней среде. Потому что если мы будем обрабатывать только животное, то от блох всех, в том числе в квартире, мы избавимся только через полгода примерно. А если у нас цель 2-3 месяца, то нужно обязательно взять себя в руки и начать обрабатывать и помещение. Во-первых, пылесосить ежедневно, тщательно. Либо это пылесос с водным фильтром, либо это одноразовые пакеты, которые тут же выбрасываются за пределами квартиры. Используются специальные инсекцицидные средства, которые убивают блох. Еженедельная обработка. Это средства есть в виде ампул, которые можно растворять в воде, мыть, есть в виде спреев, которые можно обрабатывать в помещении. Ну, эти средства, как правило, неприятного резкого запаха, рекомендуется проветривать. Перчатки, возможно, даже маска. Помимо этого, есть еще спрей с диметиконом фли, который надо наносить на места, где вы постоянно не ходите, то есть до холодильника, под ванной, под шкафом и так далее. Обязательно перестирать все текстильные вещи выше 50 градусов. Можно использовать очень хорошее средство, такое как Парастоп, аэрозольный генератор. Здесь вот есть ссылка. Но она не просто, если вы просто в поисковике наберете Парастоп, вам вылезет эта ссылка на сайт, где подробно про это рассказано. Очень хорошее средство в том плане, что оно убивает и взрослые формы блох, и убивает молодые формы блох, личиночные, и эффект сохраняется несколько месяцев. Вот, очень рекомендую. Но там есть много нюансов по обработке. И вообще надо помнить, что практически любые средства для обработки от блох могут быть токсичны для кошек. И однозначно токсичны для рыбы. Поэтому здесь тоже есть свои моменты. Кошек нужно изолировать на момент обработки, хотя бы в другой комнате. Аквариум с рыбками нужно закрывать, перекрывать подачу воздуха туда, потому что рыбки однозначно потравят. Но опять же в вебинаре про влох я там об этом говорю более подробно. Я не буду сейчас об этом прям так останавливаться. Как же мы лечим наш блошиный дерматит? Ну, во-первых, ждать 3 месяца, пока кошка перестанет чесаться, если она при этом чешется на 10 баллов, раздирает себя, это негуманно. Поэтому в любом случае доктор вам назначит какие-то препараты от зуда в начале лечения, если это необходимо. Если у вас единственный симптом, там небольшая грануленка на губе, то, наверное, ничего с этим не стоит делать. Или если животное вылезло себе пах, но при этом не тошнит шерстью, нет никаких болячек, нет явного дискомфорта, беспокойства, тоже, может быть, не стоит назначать средства от зуда, ограничиться просто обработкой. Только они могут потребоваться, и могут потребоваться на довольно длительный период, на несколько недель. Может потребоваться лечение вторичной инфекции, если оно есть. Это антисептики местные, это антибиотики или противогрибковые средства, если там все глубоко уже и запущено. Если у нас диагноз подтвердился, если мы узнали, что да, действительно, это блохи, потому что через 3 месяца четких обработок, у нас все хорошо, все зажило, у нас ничего не чешется, все отлично. Значит, такие обработки частые, каждые 2-3-4 недели нужно проводить всю жизнь. Почему 2-3-4? Потому что ситуация у всех разная, интенсивность симптомов у всех разная, все живут в разных городах, в разных помещениях. Если вы живете в теплом регионе, там в Краснодаре, на первом этаже, где в подвале куча бездомных кошек, то вы в зоне риска, и блохи к вам будут приходить каждый день, как к себе домой. Поэтому там еще и очень часто квартиры отца обрабатываются при интенсивных мерах, вплоть до того, что самопит службы вызывают для зачистки подвала от всех живущих там, животных, блох соответственно. В сложных случаях, такие случаи бывают, когда симптомы очень выражены, либо невозможно контролировать количество блох во внешней среде, потому что из них постоянно приходит очень много. Тогда плюс к обработкам приходится назначать и средства против зуда на постоянной основе. То есть, если только обработка на симптомы снижаем, но не добиваемся комфортного качества жизни, тогда приходится и препараты еще подбирать для контроля зуда на постоянной основе. Но это не частые случаи. В Петербурге все-таки ситуация по блохам не настолько критична, у меня может пара только таких пациентов, которым требуется еще и препараты, помимо обработок. В южных регионах эта ситуация, конечно, гораздо более серьезная. Там блох, вот так вот годично. Не у нас как годично, просто зимой все-таки их меньше. Ну, если же мы с блохами справились, точно всех кубили, всех, кто ползает, прыгает и скачет, никого нет, прообрабатывали все три месяца, все честно сделали, не соврали врачу ни разу, пылесосили, как отчинаж, а все равно чешемся или там лижемся, или у нас высыпание, то есть симптомы сохраняются, что мы делаем дальше. Дальше мы разбираем следующую аллергию, это пищевую. Существует два понятия, два состояния, пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Мы про них и поговорим, потому что это две большие разницы. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость, две большие разницы. Их путают очень часто. И у людей, кстати, тоже. Пищевая непереносимость, она не связана с иммунной системой. Весь иммунная система не увлекается практически в процессе. Я вам это, скажем так, упрощенно даю. Там несколько все сложнее. И пищевая аллергия, и пищевая непереносимость, это все объединяется с термином неблагоприятные пищевые реакции. Но я вам так попроще, чтобы все в голове уложилось, и вам было понятно. Потому что с пищевой аллергии ко мне приходит каждый второй, если не каждый первый, с порога, у нас пищевая аллергия. Вот. Поэтому рассказываю. Так вот, пищевая непереносимость, она гораздо чаще сопровождается расстройством желудочно-кишечного тракта. То есть рвут и поносом или тем и другим вместе взятым, а не кожными симптомами. Но может сопровождаться и кожными симптомами. Хотя это расстройство в желудке и кишечном гораздо чаще. Может развиваться практически на любой компонент рациона. Неважно, что это. консерванты какие-то, усилители вкуса, которые входят в состав корма. Неважно, на любой компании. Она дозозависима. То есть зависит от принятой дозы. Вот у меня, у меня есть пищевая непереносимость. Шоколада? Нет. Если я съем вот такой кусочек шоколадки, у меня все будет шикарно. Если я съем вот такой кусочек шоколадки, у меня тоже все будет шикарно. Но если съем полплитки, я начну чесаться. То же самое с мандаринками. Если съем одну мандаринку, у меня ничего не будет. Если съем пять, я покроюсь волдырями и буду чесаться. Но я буду чесаться два дня. При устранении провоцирующего фактора из рациона симптомы очень быстро проходят. Если я на второй день не продолжу кушать мандаринки, на третий день у меня уже даже следа не останется. Ни от зуда, ни от волдырей, ни от ничего. То есть пищевая непереносимость, доза зависима и быстро проходит после того, как вы перестали давать провоцирующую еду. Чаще всего это могут быть какие-то неподобающие продукты в рационе. Колбасные изделия, потому что они очень много содержат специй, содержат консервантов. Глутамат, натрия, усилители вкуса. Это все может провоцировать неблагоприятную пищевую реакцию. Цитрусовые, клубника, вообще ягоды, ярко окрашенные овощи и фрукты. Шоколад, сладости, орехи. Вот это очень мощный фактор, который может вызвать пищевую непереносимость. Но не только они, но и другие. Любой продукт может вызвать. А пищевая аллергия это другое. Пищевая аллергия, как любая аллергия, она развивается на белок. В данном случае на белок пищи. И это самая редкая аллергия. Очень редкая. У собак это меньше 5% от всех видов аллергии. У кошек порядка 15%. Чуть больше. Но все равно она самая редкая. Она очень редко встречается. Истинная пищевая аллергия встречается редко. У каждого первого. У второго. Чаще всего она развивается на белок мяса. Но также может развиваться и в лаках. То есть то, что входит в состав корма или в кашку. Кашка, которую вы собаке, кошке даете. На кашку тоже может быть аллергия. На белок, который содержится в крупе. Как и любая аллергия, она медленная. Она формируется долго и на привычное питание. То есть то, что животное кушает изо дня в день, из месяца в месяц, а возможно даже из года в год. На это рано или поздно, если животное родилось со склонностью к пищевой аллергии, то зовется аллергия пищевая. Не на то, что вдруг дали собаке ни с того, ни с сего что-то новенькое, новый корм взяли, она вся там покрылась сыпью, зачесалась. Это может быть пищевой непереносимостью. Это может быть никак не связано, но это никогда не будет пищевой аллергией. А новый продукт пищевой аллергии не будет. Это часто вводит вас владельцев в некоторый ступор. Как так? Мы даем все то же самое. Какая пищевая аллергия? Мы ничего не меняли. Вот как раз поэтому пищевой аллергии подозреваем, что вы ничего не меняли, а вдруг появились симптомы. На привычное питание. То, которое кушалось уже долго-долго-долго. Пищевая аллергия не имеет сезонности и характеризуется постоянством симптомов без каких-либо волн, спадов и так далее, значимых колебаний. Почему? Потому что если мы кормим одним и тем же изо дня в день, аллерген постоянно в одних и тех же количествах поступает в организм. И симптомы, соответственно, они постоянные. Невозможно кормить одним и тем же одной и той же говядиной, а симптомы у нас то есть, то там 3 месяца нет. Вот такое течение абсолютно не характерно для пищевой аллергии. То есть, врач будет подозревать о пищевой аллергии, если вы придете с жалобами на несезонные проблемы, без явных каких-то сильных спадов, без периодов значимых ремиссий, только тогда врач подозревает пищевую. Если у вас животное чешется весной и осенью, а зимой и летом все шикарно и ничего вообще никогда не беспокоит, это точно не пищевая аллергия. Врач даже список диагнозов не включает. И неважно, извините, неважно в каком виде этот белок, этот аллерген поступил в организм. Это может быть компонент домашнего рациона, это может быть кусочек мяса, который вы сварили, положили в миску. Это может быть мясо в составе корма, это может быть мясо в составе лакомства, мясо в составе косточки, там, белок, какое-то мясо в этой косточке с желатином, белок там присутствует, он может быть аллергеном. Это может быть вкусовая добавка, содержащая белок в зубной пасти для собак, в витаминках кошачьих и так далее. То есть абсолютно неважно, дали вы аллергичное для этого животного мясо в сосиске или в шикарном дорогом корме. Неважно, белок один и тот же. Курица вот в виде тушки и курица в составе там хилса, это одна и та же курица, это один и тот же белок. Неважно, что она одна выращена там, у бабушки там бегала, червячков искала, а другая там бройлер выращенный без света белого не видя. Белок один и тот же. Для иммунной системы абсолютно без разницы, в какой форме он поступил. Также, как и пищевая непереносимость, пищевая рентгия может сопровождаться проблемами ЖКР. Это метеоризм, довольно частый симптом. Это расстройство стула, запоры, поносы и рота. Но это редко, не часто, но бывает. Существует аллергичных и гипоаллергенных видов мяса. То есть, бедная несчастная курица, которая гоняет во всех сверхах, она не аллергична изначально. Каждая аллергия пищевая индивидуальная и зависит от того, что животное ело. Если вы, вашего аллергика пищевого, который родился с этой пищевой аллергией, с самого рождения начнете кормить мясом крокодила, а он пищевой аллергик, он родился с этими генами, у него разовьется аллергия мяса крокодила. А на курицу аллергия не будет, потому что не ел никогда эту курицу несчастную. И аллергия не сформировалась. Это стереотипы. Стереотипы. Просто у нас курица чаще всего входит в состав кормов. Ну да, если, наверное, провести достоверные статистические исследования, вполне возможно, что курица будет самым частым аллергеном. В Австралии, например, для этой курицы мало, это у них считается гипоаллергенным мясом. Потому что у них, что у них там, кролики и ягнятина, во, кенгуру прыгают. А курицы мало, курица это диетическое мясо. Полностью наоборот. Поэтому бедная курочка ни в чем не виновата. На нее может быть аллергия, если ее мясо кушали. Но может и не быть. И опять же помним, аллергии доза независимы. И даже небольшой порции аллергена достаточно, чтобы вызывать симптомы. И опять же симптомы могут сохраняться очень долго. Аминная система долго освобождается от этих всех антител, которые уже навырабатывала. И симптомы могут сохраняться несколько недель. Если бы у меня была аллергия на какой-то продукт, чфу-чфу-чфу, слава богу, я бы его скушала, а потом еще несколько недель моя сохранялась. А мандаринки я могу есть уже через 2 дня. Потому что у меня не аллергия, она не переносилась. Пищевая аллергия может иметь определенный паттерн поражений. Такой же пищевой аллергии. Чаще всего поражаются уши, это отиты, воспаление ушей, воспаление вокруг глаз, блефориты, воспаление глаз, межпальцевые воспаления, дерматиты, чаще поражаются локтевые изгибы, вот вся передняя вот эта поверхность передней кавтологии. Зона паха, живот, кодра, перьяна, вот все делаются в основном спина и хвост у него влевые. Опять же это потому что при личной инфекции могут быть поражения везде, на боках, на спине, на груди, в зелукове. И опять же единственным симптомом может быть например отит односторонний. А у кошек единственным симптомом может быть самоандуцированная лапенция. Для кошек у кошек аллергия при какой угодно аллергии. Как мы заподозриваем заподозриваем в общем как врач может заподозрить и вы как вы можете заподозрить пищевую. Я уже немножко про это сказала. Пищевая аллергия подозревается в случае несезонных дерматологических проблем. Даже если проблема несезонная в первую очередь сначала исключается влашиная. А перед этим есть алгоритм зуда паразитарное заболевание инфекционное заболевание. А потом мы уже подозреваем только пищевую аллергию. Она исключается после того как исключили влашиную. единственный достоверный метод для гностики пищевой аллергии это диета. Элиминационная или исключающая по-русски. Некоторые лаборатории предлагают ветеринарные сивороты по крови вплоть до того что определяют марку форма которую можно вашим питомцам. Это недостоверно. Это не информативно. К сожалению. Было бы замечательно если бы мы могли взять у животного кровь и понять на что у него есть аллергия пищевая а на что нет. Это было бы шикарно. Но к сожалению это недостаточно информативно. Я часто говорю а как же у людей берут? Да. У людей берут на пищевые аллергии. Но только для того чтобы исключить из рациона что максимально человек будет. То есть у них диагноз это предварительный этап диагноза. Вот допустим пришел человек человек 6 лет где колергол проблем 10 что он за эти 6-10-12 лет успел перекушать? Вот вы сейчас кто сидит у экранов у вас наверняка у кого-то есть дети в том числе и младшего школьного дошкольного возраста вы можете вот сейчас сесть и рассказать что за эти 6-7-8-10 лет ваш ребенок кушал можно тебе готовить и с не пер для этой цели к сожалению не подходит и мы сможем использовать дальнейшем тесты к опору но нам на данной ситуации гораздо информативнее просто опросить подбирать диету то есть смысл в диете что такое диета элиминационная исключающая диета это диета которая содержит абсолютно новые для животного продукта как мясные так и источники углеводов потому что помним аллергия формируется на белок мясо может формироваться на белок злак то что животное никогда раньше не пробовало а это аллергии быть не может иммунная система с этим не знакома она не выработала на эти продукты антитела соответственно симптомах не будет то есть мы убираем все продукты предыдущего рациона мы не знаем на какой продукт животное реагирует возможно реагирует поэтому убираем все и даем животное что-то новое золотой стандарт это домашний рацион то есть когда мы готовим животному самостоятельно из всех компаний потому что четко знаем что даем и длительность 12 то есть смысл ген даем животному что-то новое и время организму очиститься от шлаков не от шлаков от антител которые выработались уже чтобы ушли симптомы то есть на новом питании аллергии быть не может и симптомы постепенно уйдут не сразу далеко не сразу 8 от 8 до 12 недель кошкам дольше требуется чем собакам то есть собак ориентируют на 8-10 кошек на 10-12 недель один новый источник белка ну опять же все это из анамнеза из беседы с владельцем это может быть свинина это может быть рыба многие собаки не ели никогда рыбу это радость это могут быть кролик кальмар это могут быть какие-то более экзотические мясо внутренне например но это должен быть один единственный источник один какой-то углеводов опять же на основании того что собака не употребляла или кошка не употребляла гречка картошка горошек часто очень используются если мы говорим про корма то опять же мы смотрим чтобы там было для животных источник белка раннего не пробовали вот волчья такой корм с мясом кенгуру только мясо кенгуру все больше ничего нет других источников белка новые источники углеводов к сожалению когда мы подбираем корма очень сложно подобрать корм чтобы там был один источник углеводов только один их как правило несколько поэтому пишем хоть ну несколько но новые все вот там например вакамия овес картофель горох овсяные хлопья если животное их ранее не употребляло на них аллергии быть может нам этот корм подойдет ну что там того что он еще ягненка не то что написано на пачку вот ягненок рис ламбен райс тот по-английски не читает открываем с другой стороны и читаем состав помимо мяса ягненка там есть мясо индейки сушеное там свежее там есть аркады крупными буквами крупными буквами ягненок со значит не то что алло алло вы меня слышите? есть звук есть звук есть изображение появилось изображение звук слышно? видно сейчас меня все хорошо продолжаем тогда извините за тихие проблемы штраф мы еще используем для диеты корма с гидролизатами что такое гидролизат? гидролизат это технология обработки белка вследствие которой белок разбивает на маленькие молекулы настолько маленькие что иммунная система их не распознает и соответственно не воспринимает за аллерген при этом нужно не забывать еще про источник углеводов которые входят в этот корм как правило в такие корма в диеты ветеринарные с гидролизатами входят крахмал крахмал а крахмал то есть он не содержит белка и соответственно не вызывает аллергии но здесь тоже есть нюансы потому что насколько производитель хорошо гидролизовал насколько там мелкие частички гидролизации распознает вопрос здесь вот два корма их больше гидролизатор на рынке но я обычно назначаю вот эти две фирмы пурина х и так гидроцой вот и роял канин аналлергенник он есть как и для собак так и для кошек я предпочитаю работать с аллергенником потому что там во-первых очень маленькие частички на которые разбит белок и там гидролизовано все вплоть до жира то есть все компоненты корма подвергались гидролизу чтобы все белки разбить на маленькие молекулы то есть это самый такой действительно аналлергенник не вызывающий аллергии корм хотя какая-то непереносимость теоретически может быть и на этот корм тоже то есть бывают ситуации просто когда нам неизвестна предыдущая жизнь животного то есть мы не взяли допустим взрослым уже из приюта мы не знаем что наел до этого или ела уже очень много все у нас же как принято собака зачесалась пищевая аллергия и мы начинаем менять корма правда же так 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 большинство владельцев поступает причем как меняет корма купил пачку месяц поел не помогло взяли другую пачку а потом ко мне приходят уже поели абсолютно и все виды и все виды углеводов перепробовали и что доктору делать столько назначать гидролизат потому что в натуральном виде ничего невозможно предложить все уже перепробовали так и опять же ориентируемся на состав смотрим на состав нас не должны интересовать надписи на пачке гипоаллергенник там гипоаллергенный холистик беззерновой без глютена без там чего-нибудь там еще мы на это не смотрим нам это не важно нам нужен состав потому что вот эти все вот эти холистик беззерновой гипоаллергенник и так далее это маркетинговый ход сейчас это популярно все почему-то ополчились на на крупы в рационе собак там и кошек ну ладно это не тема нынешнего вебинара нам нужна нам не нужна надпись что нам хочет в голову впихнуть производитель мы должны четко смотреть написанные на обороте то есть если корм какой бы там какими большими буквами не было написано гипоаллергенник если на обороте там в составе то что собака уже ела нам этот корм не подойдет когда мы проводим диету мы должны убрать все продукты предыдущего рациона не только сам корм или там кашку с мясом что там кушала должны быть исключены витамины должны быть исключены пасты для выведения шерсти зубные пасты лакомства косточки все абсолютно все потому что все что сможет содержать белок все может являться аллергеном поэтому мы оставляем только те продукты которые разрешил врач если это домашняя еда то что вы готовите сами либо тот корм который разрешил врач все все остальное должно быть убрано кефирчики молочко печенье печенье Мария и так далее все должно быть исключено абсолютно иначе смысла в диете нет никакой это очень сложный процесс диета это долго нужно ограничивать там себя как-то готовиться и пускать это псу под хвост только потому что вам жалко собаку и вы решили ей там лакомство ее любимое дать не стоит диета должна быть строгой диета проходит в несколько этапов сначала сама диета от 8 до 12 недель потом провокация потом возврат на диету почему так нужно потому что большинство животных на диете улучшится и чтобы быть уверенными что помогла именно диета а не предшествующее лечение какие-то другие неучтенные факторы цветок у вас там перестал цвести какой-то который там цвел и оказывается на него-то была реакция а тут он перестал цвести и вы как раз в это время диету проводите поэтому для того чтобы убедиться что помогла именно диета нужно провести провокацию получили положительный результат у нас собака перестала чесаться у нее перестали вонять уши все хорошо мы перед этим ее еще как-то лечили потому что она не только чесалась она покрывалась корками там бокла и так далее но мы должны все отменить все лечение и оставить только диету и посмотреть только на диете тоже все хорошо или помогали препараты да только на диете тоже все прошло там две недели три недели ничего не капаем ничем собаку не мажем ничего таблетки никакие не даем все хорошо отлично проводим провокацию раз у нас на диете все стало хорошо мы предполагаем что это связано с отменой предыдущего питания там был какой-то аллерген соответственно мы должны вернуть предыдущее питание вернуть аллерген потенциальный и у собаки снова должны вернуться симптомы обычно они возвращаются в течение двух недель изредка нужно несколько дольше бывает более отсроченное через более длительное время симптомы возвращаются но как правило в течение двух недель то есть мы после диеты и хорошего результата на ней дали старую еду у нас снова должны появиться симптомы то есть провокация положительная мы снова видим снова покраснели уши начала там выкусывать себе возле хвоста снова возвращаемся на диету без лекарств и у нас снова должно стать все хорошо нам нужно перестраховаться два раза потому что пищевая аллергия редкая и окончательный диагноз ставится только когда мы прошли все три этапа диета провокация на диете и возврат на диету только тогда мы говорим о том что это действительно пищевая аллергия и потом мы уже можем выяснить на что на фоне диеты возвращая по одному продукту отдельному и смотреть на каком будут проявляться симптомы если все три этапа не прошли если на каком-то этапе сбой это не пищевая аллергия и результаты диеты и результаты провокации нужно оценивать врачи потому что симптомы могут быть явные ваш бобекс опять выкусал себя лапу до крови и симптомы могут быть неявные у него начало краснеть низбы пальчиков и у него начало покраснеть ушко внутри в слуховом канале что можно оценить только при помощи атоскопа инструмента специального поэтому безусловно если вы явно видите что после возврата там вашего предыдущего корма разодрался в кровь это явная положительная провокация если вы сомневаетесь если вы не уверены если вам кажется что вроде ничего не поменялось должен осмотреть врач потому что врач может заметить то, чего не заметите вы и у него есть инструменты для того, чтобы это заметить опять же так как симптомы не уйдут даже если это действительно пищевая аллергия и вы убрали аллерген в начале лечения обычно назначаются какие-то препараты чтобы убрать симптомы убрать зуд может потребоваться может потребоваться лечение вторичной инфекции те же местные антисептики антисептики при патиогрибковых средствах и так далее опять же я уже это сказала немножко вперед забежала если аллергия подтверждается то есть если все три этапа прошли как мы ожидали мы уже можем по отдельности на фоне диеты проверять все источники белков все источники углеводов чтобы понять на что именно была реакция это долгий нудный процесс и вот у меня очень мало кто на самом деле соглашается на это но если мы хотим знать фрукты и никогда их не использовать это это единственный пищевая аллергия это счастье потому что ничем не нужно собаку лечить нужно только кормить определенными продуктами на которые аллергии нет но так и не всем так везет не все могут провести диету к сожалению бывают такие ситуации самые различные например у животного есть проблемы со здоровьем она соблюдает какую-то диету например примочекаменной болезни и мы не можем провести диету не можем и животное отказывается есть то что мы можем ему предложить в общем если проведение диеты невозможно по каким-либо ситуациям по каким-либо соображениям мы автоматически ее исключаем мы не можем ее не проверить мы не можем ее подтвердить опровергнуть тогда мы автоматически ее исключаем и ставим диагноз на пищевую аллергию однако если же у нас диагноз подтвержден у нас счастливые владельцы у нас счастливые питомцы потому что в них не пихают таблетки не мажут их не моют их шампунями по три раза на дню и у нас что самое главное счастливый дерматолог потому что пищевые аллергики мы их отдиагностировали подтвердили дали в зубы список разрешенных продуктов и все и мы их не видим потом в течение их жизни если у них не происходит что-то другое не связанное с их аллергией но к сожалению процент пищевых аллергией очень и очень малый я была бы счастлива если бы он был более широкий извините я не слишком много говорю что я смотрю уже час прошел надеюсь вы еще не сильно устали вы еще здесь скажите пожалуйста вы готовы меня дальше слушать кто меня еще слушает кто еще здесь кто еще присутствует люди откликнитесь нужно я рада вот Светлана я рада я читаю для вас и для Натальи тоже отлично тогда мы продолжаем третья наша аллергия исключили мы блох чешемся провели мы диету на одном крокодиле с горошком сидели 4 месяца чешемся атопический дерматит это последняя системная аллергия наша это аллергия на воздушные аллергены то есть на те вещества которые содержат белок и которые находятся в воздухе самые частые аллергены это клещи домашней пыли это споры плесени и это пыльца различных то что попадает на кожу из внешней среды и в дыхательной пути на слизистые это тоже очень частая аллергия на втором месте по частоте встречаемости после блошины у собак это порядка 40-45% от всех видов аллергии у кошек 30-35% то есть это частая аллергия и это диагноз исключения не существует никаких тестов которые могут его подтвердить или опровергнуть то есть диагноз атопический дерматит ставится если исключены все остальные причины зуда паразиты инфекции аллергия на блох пищевая аллергия все это исключено мы говорим об атопическом дерматите врач когда ставит этот диагноз ориентируется лишь на характерные симптомы ну и на исключении всех остальных болезней которые могут против атопический дерматит может быть сезонным и несезонным это зависит от того реакция на какие аллергены преобладают понятно что если у нас там аллергия на пыльцо одуванчиков соответственно собака будет чесаться когда цветут одуванчики когда дни цветут одуванчики все будет хорошо она может быть и несезонной если например связано с реакцией на бытовые аллергены на клещи и домашние пыли они присутствуют круглогодичные симптомы у нас будут круглогодичные зимой и летом один цвет но тем не менее для атопического дерматита довольно характерно волнообразное течение то есть у нас то сильнее симптомы то слабее то вроде как месяцок там более-менее потом два месяца все плохо то есть вот это вот может быть не ровно однообразно как в случае пищевой аллергии а вот так вот то получше то похуже и характер течения часто непредсказуемый то есть то что у нас там почетным хорошо а поднесчетным плохо вообще непонятно почему плохо и хорошо именно поэтому поэтому может быть тоже так часто люди приходят связывают с пищей потому что вроде как вот тогда вот мы давали вот это а вот тогда мы не давали вот когда мы там со стола там сушки даем вот он чешет ушки а когда сушки не даем он не чешет ушки а только лежит лапки потому что симптомы непредсказуемые и связать их можно с чем угодно про появление этих симптомов даже там с магнитными бурями и с пушками на солнце потому что волнообразный непредсказуемый характер течения может быть характер поражения паттерн поражения такой же как и при пищевой аллергии то есть зут и воспаление дерматит чаще всего встречается на морде вокруг глаз вокруг рта там на голове отиты межпальцевые там дерматиты поражения в паху да ну и у кошек единственным симптомом может быть самоиндуцированная аппетит как и при любых заболеваниях вызывающих зуд вот кошка лысая кошка ненавидят лысых кошек дерматологи я имею ввиду не сфинцев а кошек которые вылизывают себя потому что диагнозов вот такие которые проверяют ну ладно ненавидят мы всех любим я уже так уже сказала сложный просто пациент как любую аллергию не вылечить атопический дерматит невозможно это гены и аллергента невозможно устранить в случае блошиной аллергии мы можем как-то контролировать нападение блох обработкой в случае пищевой аллергии мы в принципе можем навсегда из жизни этот аллерген устранить а в случае атопического дерматита мы можем только несколько снизить количество аллергена и далеко не всегда это значимо потому что аллергии напоминают дозы независимые то есть мы не можем вылечить животное мы можем только ему помочь мы можем облегчить им улучшить качество жизни и цель вообще всех наших дальнейших действий при атопическом дерматите это улучшение качества жизни мы не стараемся животное привести к идеалу чтобы оно было беленькое спокойненькое лишний раз лапкой не дернуло языком себе не лизнуло мы просто добиваемся приемлемого для вас владельца качества жизни вашего питомца вас устраивает что он зуб у него на 3 балла из 10 отлично мы с этим живем с этим зубом на 3 из 10 не устраивает мы стараемся помочь еще там один балл при атопическом дерматите при подходе к такому пациенту лечении такого пациента очень важен комплексный подход вот я тут старалась старалась думала как это изобразить сделала вот такую пирамидку в основе ее лежит лечение медико-специфическая иммунотерапия дальше в слайдах буду про это рассказывать потом то есть это важно это платформа наша это основа что нужно практически всегда потом идет вторая прослойка тоже довольно важная это вспомогательное лечение это антигистаминные препараты они слабо эффективны у животных поэтому они только как вспомогательные рассматриваются это омега-3 омега-6 кислоты в лекции про зуб я про это рассказывала надеюсь скоро будет запись и кто не смотрел сможет посмотреть частое купание увлажнение кожи для аллергиков с воздушной аллергией с непищевой аллергией состояние кожи очень важно чем кожа в более хорошем состоянии чем лучше она увлажнена тем хуже она пропускает аллергены потому что основной путь проникновения аллергенов при атопии при атопическом дерматите через кожу через они на кожу попадают и потом в организм поступают поэтому если кожа здоровая увлажненная то она менее проницаема для аллергенов поэтому очень это важно противоблошинной обработки даже если нет аллергии на блох у животного противоблошинной обработки все равно очень важны потому что укусы блох насекомых комаров они усиливают проявление других видов аллергии и даже если у вашего животного не подтвердилась блошинная аллергия вам дерматолог все равно будет рекомендовать делать это регулярно обрабатывать отблок ежемесячно и верхушечка этой пирамиды это контроль внешней среды это то есть контроль внешней среды осуществлять сложно невозможно но можно несколько все равно снизить количество аллергенов увлажняя воздух моя часто полы проводят часто влажную уборку обрабатывая помещение от пылевых клещей для этого подходят те же злые для обработки отблок то есть это пирамида медикаментозное лечение для геноспецифической терапии основное вспомогательное лечение и контроль внешней среды то есть если мы не будем контролировать никак внешнюю среду это не сведет на нет все наши остальные результаты но тем не менее это поможет нам еще чего-то добиться это еще такой один маленький кирпичик который мы ставим к строим стену между нашим питомцем и его болезнью вот мы маленькими кирпичиками строим 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 выстраиваем эту стену ежедневное мытье полов это лишний кирпичик лишнее препятствие к проявлению болезни об этом тоже стоит помнить так про медикаменты опять же я рассказывала про лекарства рассказывала в лекции про зуд мы сейчас поговорим про аллерген специфическую иммунотерапию про это я еще не рассказывала специфическая иммунотерапия мы выявляем аллергены на которые животные реагируют то есть конкретные аллергены вот здесь как раз мы говорим об аллергопробах на воздушные аллергены это могут быть кожные пробы это могут может быть серодиагностика когда у животного берут кровь не пищевые а на воздушные аллергены вот в этом случае эти исследования они диагностичны они информативны когда мы выясняем на какие конкретно аллергены животные реагируют мы изготавливаем вакцину мы лаборатория изготавливает вакцину и потом мы эту вакцину иницируем животному регулярно постоянно всю его оставшуюся жизнь и благодаря этой вакцине иммунная система собаки кошек приучается не реагировать на аллергены то есть мы вводим малые дозы аллергенов и приучаем организм не реагировать на большие дозы в принципе это сходно с нацией инфекционных заболеваний мы вводим ослабленный вирус в организм животного или убитый или вообще частичку этого вируса и иммунная система приучается бороться с этим вирусом аллерген специфическая терапия это метод это золотой стандарт лечения атопического дерматита у собак это наиболее безопасный метод который не имеет противопоказаний есть только возрастные ограничения до года и пожилые животные старше 8 старше 9 лет и аллерген специфическая иммунотерапия это единственный метод лечения который направлен на снятие симптомов мы не просто гасим симптомы а устраняем причину гиперчувствительность организма к аллергену то есть это наиболее показанный безопасный метод лечения начало тестирования внутрикожные пробы либо серодиагностика лучше исследовать животное обоими методами потому что кожные пробы улавливают те антитела к аллергенам которые уже в коже находятся а соответственно когда мы берем кровь этот метод улавливает те аллергены которые в крови циркулируют у какого-то животного может быть больше там в коже а в крови практически нету другого наоборот у третьего и 50 на 50 эффективнее исследовать в обоих методиках но получаем хорошие результаты когда и даже когда проверяем животное только одним каким-то методом вакцинация пожизненная всю жизнь требуется животному вводить эту вакцину подкожную она инъецируется обычно раз в 4 недели стандартный режим инъекции в принципе это удобно раз в 4 недели делается уколчик и тоже опять же следует помнить что аллергопробы это не метод диагностики мы не ставим диагноз проведя аллергопробы любое здоровое животное может в аллергопробах как-то на что-то среагировать но при этом у него симптомов нет оно не больно его не нужно лечить врач сначала ставит диагноз исключив все другие заболевания которые могут вызывать сходную симптоматику то есть мы поставили диагноз атопический дерматит а потом выясняем аллергопробами на что именно животное реагирует то есть аллергопробы проводятся только после того как диагноз атопический дерматит установлен не до не для того чтобы поставить а для того чтобы узнать на что животное конкретно реагирует когда диагноз уже есть ну вот так вот примерно выглядит бланк из лаборатории в Голландии с которой наша клиника работает красненький вот как раз на то что животное максимально среагировало здесь это тимофеевка ежа свинорой пальчатый несколько видов клещей домашней пыли береза полынь и что-то не помню что-то там еще вот это же бланк реального животного не так давно кровь давали соответственно вот то что красненькое соответственно она это уже конкретно идет реакция и нужно эти компоненты в состав вакцины выводить плюсы это наиболее безопасный метод лечения не имеет противопоказаний практически не имеет осложнений наиболее рекомендованное для собак это выгодно для крупных пород потому что как мы вакцинируя от инфекционных заболеваний используем одинаковую дозу вакцины как для йогшерского терьера так и для волкодава также здесь а кончик один будь то йорк или ирландский волкодав и соответственно цена одна на ирландского волкодава и на йорка а если мы будем таблетками давать то на йорка потребуется значительно меньше средств чем на ирландского волкодава чем крупнее тем вам выгоднее лечить ее при помощи но по моему мнению это достаточно просто не каждый там день собаку пихать таблетки она их плюется там за щеку прячет взрывает там или кошка а раз в 4 недели сделать инъекцию достаточно просто применение но минусы тоже есть не все так радужно как хотелось бы около 80 процентов эффективности только дается то есть только 80 процентов животных отвечает на это лечение очень длительное начало действия 8-10 месяцев к сожалению это так то есть мы от 8 до 10 месяцев колем эту вакцину то есть месяцев мы понимаем есть от нее эффект или нет раньше наступает эффект наступает вообще вот момент брин дуется прямой что у них хика учитывая заболевание левица увеличить в жизни не если это с некоторыми оговорками скажем так у меня есть кошки которые тоже получают эту терапию вот опять же метод больше изучен на кошках безусловно ой извиняюсь на собаках для кошек он тоже применяется но в меньшее количество времени скажем так в мировой практике чем для собак по собакам вообще по большинству заболеваний аллергически больше изучено человеку я не знаю почему так кошки в стороне но тем не менее это наиболее безопасный рекомендованный метод лечение атопического дерматита аллерген специфическая иммунотерапия каждый пациент с атопическим дерматитом это индивидуальность требует индивидуального лечения индивидуального подхода потому что у всех все по-разному очень много нюансов нужно учитывать атопический дерматит это полиэтиологическое заболевание то есть не только много причин которые могут вызывать обострение не только уровень аллергена наличие аллергена количество аллергена во внешней среде физическое состояние уровень физической нагрузки режим питания увлажнение воздуха физиологическое состояние например у самок беременность лактация течка могут усиливать те симптомы все очень индивидуально иногда себя чувствуешь шаманом таким чуть ли не с бубном вокруг этой собаки или кошки прыгает лишь бы помогло вот ну собственно про атопический дерматит пока все чуть-чуть я вам скажу совсем про оставшиеся две аллергии про чувствительность гиперчувствительность к укусам насекомых и про контактную аллергию это нечастые аллергии и довольно легко их диагностировать гиперчувствительность к укусам насекомых это как правило комары и мошка очень характерные симптомы у кошек это на ушах чаще всего на мало покрытых шерстью участках скажем так это мордочка это веки это нос спинка носа это ушные раковины подушечки еще могут вовлекаться то есть это папулки которые покрываются корочкой могут кровить могут довольно сильно зудеть то же самое у собак ну как правило это сезонное заболевание в сезон когда летает это мошка и комары пару сталкивалась зимой потому что зимой в подвалах могут комары размножаться и я сталкивалась и зимой с проявлением но это конечно уже значит нарежет и мошка у кого есть собачки крупные с которыми гуляют летом вблизи водоемов наверняка сталкивались округлые такие мишеневидные красные пятна в паху это как раз следствие укусов мошки не всегда зудит и как правило быстро проходит собаку не беспокоит но зудеть может вот такие вот могут быть пятна и если вы еще не знаете с чем это может быть связано но у собаки у вашей такое бывало теперь вы знаете это от укусов мошки особо никакой терапии не требуется можно любым здающим кремом с антигистаминами помазать с гидрокортизоновой мазью помазать но как правило это проходит само запородие без каких-либо симптомов я про мошку комарин и укусы гиперчувствительность к укусам комаров может потребовать более серьезной терапии потому что она может сопровождать инфекции бактериальной животное может себе расчесать всю морду но тем не менее как правило здесь диагноз поставить легко ну и соответственно раз мы знаем что лечим как правило легко это и вылечить и контактная аллергия тут тоже надо понимать что есть если я наступлю в соляную кислоту у меня не будет контактной аллергии у меня будет контактная реакция на соляную кислоту ожог у меня будет химический вот но если я себе там купила какой-то кремик для лица помазала и покрылась волдырями ну вот это как раз это может быть контактная аллергия вот аллергия чаще всего причиной являемся мы владельцы когда мы на животное что-то накапали что-то намазали что-то надели чем-то помыли то есть это препараты от блох чаще всего ошейники от блох и шампуни какие-то косметические шампуни то есть то что мы наносим чаще всего и является причиной контактной аллергии ну соответственно контактная аллергия проявляется в том месте которое с чем-то проконтактировало либо это область холки где мы что-то наносили вокруг шеи, где наносили ошейник, капельки какие-то, которые мы в уши закапали, лосьоны, пол мы с чем-то помыли, с каким-то средством, вот кошечка прошлась лапами, на лапах появилось поражение, или наполнитель поменяли, собачка села, у собак очень часто поражение контактное на мошонке, потому что мошонка мало покрыта волосами, а собака, когда куда-то садится, мошонка, она, соответственно, приземляется и контактирует с поверхностью. Опять же, достаточно ли легко обычно заподозрить ее, устранить вещество, которое вызвало проблему, там, обмыть, обработать, ну, в общем, обращайтесь к врачу, врачу, значит, нужное лечение. С атопическим дерматитом гораздо сложнее, чем с контактной аллергией. Ну и, собственно, в лечении любой аллергии, особенно если это атопический дерматит, очень важно взаимодействие врача и владельца. Вообще, в лечении любого заболевания, очень важно взаимодействие врача и владельца. Но в случае аллергии, это втройне важно. Почему? Потому что животные с атопическим дерматитом, они не вылечиваются, они болеют всю жизнь, у них всю жизнь будет обострение, даже на поддерживающем, подобранном, хорошем лечении, все равно обострение периодически. Поэтому вы становитесь для нас уже родными. Я своих, кто ко мне честно ходит, я уже практически как членов семьи воспринимаю, потому что я их знаю, и очень важно, очень-очень важно, чтобы владелец верил врачу, доверял врачу, чтобы он выполнял назначение врача, чтобы он не обманывал врача по поводу того, что он что-то делает или не делает, потому что все заинтересованы в том, чтобы ваш питомец хорошо себя чувствовал, и вы заинтересованы, и мы заинтересованы. Для нас очень большой кайф, когда увидим, что животное хорошо себя чувствует. Мы ради этого работаем. Ради денег, конечно, но прежде всего ради этого ощущения триумфа поведано в болезни. Поэтому мы с вами по одну сторону баррикад. Мы по одну сторону баррикад, по другую сторону баррикад болезни. Помните, пожалуйста, об этом. Мы хотим вам помочь. Вы, пожалуйста, тоже нам помогайте. Ну, собственно, у меня все. Спасибо вам за внимание большое, что вы меня слушали, вместо того, чтобы поздравлять ваших защитников Отечества. Сейчас я посмотрю, там что-то понаписано. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. У вас есть еще возможность. Щенок две недели сидит на говядине из мяса. Как можно понять, что аллергии точно не будет? То есть, как у кошки не вылазит 10 лет. Я не поняла, честно говоря, вопроса. Как можно понять, что у вас точно не пищевой аллергик? Никак. У вас... Ну, пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду. У вас есть уже щенок с какими-то проблемами кожными? Вы подозреваете, что у него аллергия, и диету начали проводить? Или что? Или как, в принципе, заподозрить, что животное когда-либо будет аллергиком? Никак. Но только по родителям. Если у них были аллергии в их жизни, то с очень большой вероятностью у ваш питомец тоже будет аллергия. Но не 100%. Не поймем, что у нас. По вебинару не в дело в ходу о нашей проблеме. Шерсть не вылазит, а наоборот гуще в некоторых местах за счет того, что шерстинками прозрачные палочки наросты, на концах красные капельки крови не пояснили словами и нашла такого фото. А что у вас за порода, пожалуйста, Лариса, уточните. У вас не Керри Блю Турьер в случае? Француз. Ну да, действительно, я не понимаю, что вы имеете в виду по описанию хотя бы фотографию. Так, сейчас я вам всем, товарищи, напишу мою почту. Вы можете мне... Во-первых, мне было бы очень интересно отзывы ваши, что вам было интересно, что вам было, может быть, скучно слушать. Сейчас, секундочку. так, это моя почта. Это моя страничка на фейсбуке. Это моя страничка ВКонтакте. Пожалуйста, если что-то вас конкретно интересует, ну, вот, как вот, Лариса здесь писала, я несложно представить только по описанию, что вы имеете в виду. Возможно, по фото будет понятно. Факты. Мне будет интересно, интересно услышать ваши отзывы. Если вас что-то интересует, вы можете со мной связываться. Не писать. Значит, напоминаю, что у нас еще будут вебинары. Вы можете на сайте школы Сотникова посмотреть анонсы. Обязательно больше на сайте нашей клиники запись. Кто еще не знает нашу клинику, клинику Сотникова, тоже ссылку пишу. Это сайт нашей клиники. Помимо вебинаров по дерматологии у нас сейчас не знаю, еще будет или не будет вебинары по офтальмологии, но, по крайней мере, они шли, записи тоже есть. Планируются вебинары других специалистов для владельцев. Следите за анонсами на сайте клиники. Это все. К тому же у нас появилась группа ВКонтакте для владельцев, фазбука владельцев. Я надеюсь, она будет развиваться и там тоже будет для вас новая интересная информация. Так, в общем, если еще остались вопросы, вы можете задать их сейчас, либо задать их потом уже по моим контактам. Вот еще от кого-то вопросы. Ну, если вопросов не будет, большое вам спасибо, что вы меня выслушали и вытерпели. Так, а, у меня китайские хохлаты пуховые, текут глаза, это может быть, но это неудачно. Если проблема с вазами, собаку сначала должен смотреть офтальмолог. У подобных пород чаще всего проблема связана с проблемами сослезного канала, сослезными точками. Вот, поэтому сначала должны быть исключены офтальмологические проблемы, и если тогда уже может быть тут поработает дерматолог. Конъюнктивиты достаточно редки при аллергии, тем более, если это только слезотечение больше ничего, скорее всего это не связано с аллергией. Может быть, может быть, но маловероятно. У любой собаки истечения из глаз конъюнктивиты могут быть связаны с аллергией, но это не первое, что нужно исключать. Сначала должен собаку посмотреть офтальмолог и проверить носослезные каналы. Скорее всего проблема с этим. Если все алмологические проблемы исключены, а все равно истечения, покрасить зуд в области глаз и так далее, тогда да, тогда к дерматологу. Ладно, еще раз всем спасибо, всем до свидания, увидимся на следующих вебинарах. Пока-пока.